С вами учебник «Слух». Общество знания, 7 класс. Тема урока «Система российского права». Что такое источник права? Если мы с вами заглянем в словарь и посмотрим толкование знакомого нам слова «источник», то обнаружим, что его можно применить в смысле начала чего-либо. Например, на Валдайской равнине бьёт маленький ручеёк, который является источником Великой Русской реки Волги. Словом «источник» можно назвать основание чего-либо. Книга – источник знаний, верный друг. Можно под этим словом понимать и причину, и корень, и исходную точку. А в каком смысле используют слово «источник», когда говорят о праве? Источник права – это официально закреплённая форма внешнего выражения содержания права. Начнём со слова «форма». Вы, вероятно, знаете, что одно из значений слова «форма» – способ организации чего-либо. Таким образом, речь идёт о том, в каком виде может существовать источник права. Поэтому неслучайно источник права нередко называют формой права. Так в какой же форме может быть представлен источник права? Оказывается, форм его представления несколько. Источником права может быть нормативный правовой акт, например, закон, подзаконный акт, судебный прецедент или правовой обычай, закреплённый государством. Источник права является основой для применения уполномоченными органами норм права. Например, чтобы оштрафовать водителя за обгон по встречной полосе, там, где это запрещено правилами, сотрудник ГИБДД Государственной инспекции безопасности дорожного движения должен точно знать, что подобная правовая норма существует. Судья, вынося судебное решение, опирается на источник права, в котором прописаны соответствующие нормы и санкции, которая может быть применена в отношении правонарушителя. Нормативный правовой акт Нормативный правовой акт – это выраженный в письменной форме официальный документ, созданный компетентными государственными органами, содержащие нормы права. Рассмотрим схему. Как вы думаете, чем можно объяснить порядок расстановки нормативных правовых актов в приведенной схеме? Нормативный правовой акт является государственным документом и обязателен для исполнения. Его действие обеспечивается волей государства. То есть в случае неисполнения или нарушения нормативного акта виновному грозят санкции, выносимые от имени государства. Конституция – основной закон РФ. Все правовые акты обладают юридической силой. Это означает, что все нормативные правовые акты являются обязательными для исполнения, а их нарушение влечет юридическую ответственность. Но юридическая сила нормативных правовых актов не одинаковая. Одни правовые акты создают юридическую основу для других, которой эти другие нормативные акты не должны противоречить. Таким образом, нормативные правовые акты представляют собой иерархию, знакомство с которой мы начнем с самого главного, основного закона страны, обладающего высшей юридической силой – Конституцией РФ. Нормы Конституции всегда главенствуют над положениями других нормативных правовых актов. Что вам уже известно о Конституции РФ? Нормы Конституции РФ являются основой для разработки всех других нормативных правовых актов. Именно поэтому правовые нормы Конституции имеют характер декларации, то есть официально от лица государства провозглашают основные положения, которые затем конкретизируются в различных правовых актах. Для того, чтобы разница в формулировках норм в Конституции РФ и других законодательных актах вам была понятна, Сравним формулировки норм из Конституции РФ и, например, Гражданского кодекса РФ. Обратимся к источнику. Конституция РФ, статья 35. Первое. Право частной собственности охраняется законом. Второе. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Гражданский кодекс РФ, статья 209. Извлечение. Второе. Собственник вправе совершать в отношении имущества любые действия, не противоречащие закону, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, правовладение, пользование и распоряжение, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами. Что вы узнали о праве собственности из приведенной статьи Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ? Чем отличаются формулировки о собственности из Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ? Таким образом, в Конституции провозглашено право собственности, о статьях Гражданского кодекса более детально раскрывает, какие действия вправе совершать собственник. Законы РФ как источник права. Вернемся к рассмотрению схемы. На следующей ступеньке, ниже Конституции, расположены федеральные законы. Федеральные законы – это нормативные правовые акты, принимаемые высшим органом законодательной власти нашей страны, Федеральным собранием Российской Федерации, парламентом РФ. Федеральные законы, как и Конституция РФ, обладают высшей юридической силой. Однако они стоят ниже Конституции, на основе которой их разрабатывают. Сила федеральных законов является высшей по отношению к законам субъектов Федерации и по отношению к подзаконным актам. Высшей юридической силой среди федеральных законов обладают федеральные конституционные законы. Федеральные законы регулируют только одну конкретную сферу деятельности, тогда как Конституция закладывает основы всех сфер жизни общества. Например, Трудовой кодекс РФ, регулирующий права и обязанности работников и работодателей, обладает высшей силой по отношению ко всем нормативным правовым актам, которые регулируют данные отношения. Уголовный кодекс РФ обладает высшей юридической силой по отношению ко всем нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с преступлениями. На ступеньку ниже федеральных законов располагаются законы субъектов Федерации. Они принимаются законодательным органом власти субъекта Федерации. Законы субъекта Федерации являются общеобязательными, однако их юрисдикция распространяется на людей, находящихся на территории субъекта. Так, закон о платных парковках, принятый в городе Москве, действует только на территории Москвы. Законы, принятые в Татарстане или Якутии, Красноярском крае или Омской области, также действительны только на их территории. Подзаконные акты Ниже законов субъекта Федерации расположены нормативные правовые акты, которые называются подзаконными актами. К ним относятся указы, распоряжения, постановления, приказы. Эти юридические документы обладают теми же признаками, что и законы, и обязательны к исполнению. Но почему они подзаконные? Подзаконные акты имеют очень узкую сферу действия по сравнению с законом, то есть распространяются на какой-то один сегмент общественной жизни. В отличие от закона, который принимается высшим законодательным органом России, подзаконные акты издаются на основе законов, уполномоченными органами и должностными лицами, например, президентом РФ, правительством РФ, федеральными министерствами. Подзаконный акт не может противоречить закону и по отношению к нему играет вспомогательную роль, развивает и конкретизирует положение законов и обеспечивает их исполнение. Например, два раза в год во исполнение федерального закона о воинской обязанности и военной службе президент РФ издает приказ о призыве на военную службу. Или Министерство просвещения РФ во исполнение федерального закона об образовании в РФ один раз в год издает распоряжение о начале государственной итоговой аттестации. Согласно Конституции, президент РФ имеет право издавать указы и распоряжения, а правительство РФ издает постановления и распоряжения. Нормативные акты президента РФ и правительства РФ обязательны на всей территории страны. Отрасли российского права Вы уже знаете, что в основании системы права лежат нормы права. Это своего рода кирпичики, из которых строится целый город. Система права. Все многочисленные нормы права группируются в зависимости от того, какую сферу жизни общества они регулируют. В отрасли права. Здание нашего города права. Таким образом, отрасль права – это совокупность связанных между собой норм права, которые регулируют общественные отношения в определенной сфере жизни общества. Итак, отрасль права состоит из норм права. Отдельная отрасль права регулирует не все общественные отношения, а только те, что относятся к определенной сфере жизнедеятельности. Юристы называют их предметом правового регулирования. Предмет правового регулирования отрасли может быть так обширен, что его приходится разделять на более мелкие элементы под отрасли права, более близкие нормы внутри одной отрасли права. Обратимся к источнику. Уголовный кодекс РФ. Статья 161. Грабеж. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет. Трудовой кодекс РФ. Статья 111. Выходные дни. Всем работникам предоставляются выходные дни. Еженедельный непрерывный отдых. При 5-дневной рабочей неделе работникам предоставляются 2 выходных дня в неделю. При 6-дневной рабочей неделе 1 выходной день. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути и платформы, либо за борт судна морского или внутреннего водного транспорта, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей. Поясните, почему законодатель разместил эти нормы в разных документах? Как обеспечивается взаимодействие правовых норм и отраслей права? Ведь раз это система, то должна быть и взаимосвязь, и взаимодействие элементов вокруг нее. Для того, чтобы понять, как взаимодействуют элементы правовой системы, обратимся к основному закону нашей страны – Конституции РФ. В статье 20-й написано «Каждый имеет право на жизнь». Но что последует, если чье-то право на жизнь будет нарушено? Конституция не дает прямого ответа на этот вопрос. Однако вы можете найти его в другом законе нашей страны – Уголовном кодексе РФ. За любое нарушение права на жизнь определяется мера ответственности вплоть до пожизненного заключения. Таким образом, Конституция определила наше право на жизнь, а в Уголовном кодексе прописана ответственность за его нарушения. Отрасли права сложились не сразу. Сегодня в системе российского права можно выделить более 20 отраслей права. Остановимся на некоторых из них. Конституционное право. Это право еще называют государственным правом. Основным источником этой отрасли права является Конституция РФ. Эта отрасль права содержит нормы, которые регулируют две основные сферы общественных отношений по поводу охраны основных прав и свобод человека и гражданина и по поводу устройства государства и государственной власти в России. Гражданское право. Основным источником этой отрасли права является Гражданский кодекс РФ. Эта отрасль права регулирует имущественные отношения, например, купли-продажи, собственности, наследования, а также некоторые личные неимущественные отношения, например, защита чести и достоинства, право на имя. Трудовое право. Основным источником этой отрасли является Трудовой кодекс РФ. Предметом правового регулирования являются трудовые отношения между работником и работодателем. Нормы права этой отрасли устанавливают продолжительность рабочего времени и времени отдыха, регулируют требования к охране труда. Семейное право. Основным источником является Семейный кодекс РФ. Эта отрасль права включает в себя нормы права, регулирующие личные и имущественные отношения в сфере семейных отношений. Административное право. Источниками этой отрасли права являются закон об основах государственной службы в Российской Федерации, Кодекс РФ об административных правонарушениях и другие законы. Отрасль содержит нормы, которые регулируют отношения в сфере государственного управления и исполнительной власти. Речь идет о деятельности правительства, министерств, ведомств, органов местного самоуправления, то есть об отношениях, которые складываются между человеком и органами государственной власти. Уголовное право. Основным источником является Уголовный кодекс РФ. Эту отрасль права составляют нормы, которые отвечают на вопросы Какое деяние считается преступлением? Какое наказание может быть применено к лицу, совершившему это преступление? Рассмотрим изображение. Художник иллюстрировал серию учебников по отраслям права для студентов. Среди них были учебники по уже известным вам отраслям права – конституционному, гражданскому, трудовому, семейному, административному и уголовному. Предположите, какие из изображений могли пригодиться художнику для оформления данных книг? Свой ответ поясните. Развитие современной системы права связано с возникновением новых отраслей. Еще 50 лет назад в России не было отрасли предпринимательского права. Объяснить это просто. Предпринимательство появилось в нашей стране относительно недавно. 25 лет назад мало кто говорил о самостоятельной отрасли образовательного права. Сегодня образовательное право включает в себя достаточно большой свод норм права, которые регулируют отношения в сфере образования. Изучая именно эту отрасль права, вы познакомитесь со своими правами и обязанностями в качестве учеников, узнаете о правах и обязанностях других участников образовательных отношений. Подведем итоги. Право представлено различными нормативными правовыми актами, каждый из которых имеет свою форму, свою юридическую силу. В частности, Конституция обладает высшей юридической силой, и ее основным юридическим свойством является верховенство в системе законодательных актов. Все нормативные правовые акты находятся в зависимости друг от друга и не должны противоречить друг другу. Отрасль права – это совокупность связанных между собой норм права, которые регулируют общественные отношения в какой-то определенной сфере жизни общества. Сферы жизни общества взаимосвязаны, поэтому и отрасли права взаимосвязаны. Количество отраслей права растет, так как возникает потребность регламентировать нормами права новые отношения, возникающие в обществе. Проверяем наши знания и умения. Раскройте смысл понятий источник права, нормативный правовой акт, высшая юридическая сила, закон прямого действия, подзаконный акт. Перечислите виды нормативных правовых актов. Назовите признаки нормативного правового акта. Укажите, что общего между нормативными правовыми актами и каковы различия между ними. Назовите источники российского права. Что такое отрасль права? Как взаимосвязаны отрасли права? Какие отрасли российского права вы знаете? Назовите любые три отрасли и дайте им характеристику. Выполняем задание. Объясните, как соотносятся понятия источник права и нормативный правовой акт. Объясните, чем Конституция отличается от других нормативных правовых актов. Проиллюстрируйте примерами признаки Конституции как нормативного правового акта. Объясните, зачем нужна Конституция, какую роль она играет в жизни общества. Какие виды нормативных правовых актов существуют в нашей стране? Чем они различаются? Приведите примеры разных видов нормативных правовых актов. Проиллюстрируйте примерами взаимную ответственность государства и личности в современном обществе. Прочитайте приведенные ниже фрагменты законов и определите, какой отрасли права относятся указанные статьи. Семиклассники рассуждали о том, как могут измениться отрасли права в российском законодательстве через сто лет. Они придумывали новые отрасли права, которые могут возникнуть. Роботоправо, космическое право и другие. Предположите, о чем еще фантазировали ребята. Предложите свои названия отраслей права будущего. Какие законы, по вашему мнению, могут появиться в будущем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова